Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Моя проблема состоит в расставании с молодым человеком. Ага, давайте здесь сразу уточним, как именно, в чем именно заключается ваша проблема, связанная с расставанием человека. Не в смысле того, что ее не должно быть, а именно в чем она заключается конкретно, да? Да, то есть, например, вы больше не можете делать человека счастливым. Например, вы с расставанием что-то потеряли, то есть чувство потеря чего-то. Изменилось что-то в вашем психологическом состоянии, восприятие себя, какие-то вот изменения произошли. В чем проблема? Познакомились через общих знакомых, живем в разных городах, начали встречаться, все было идеально, нам настолько хорошо друг к другу, признался мне, что я ему не безразличный, что ему настолько хорошо, когда я рядом. Так встречался, что он ко мне ездил, то я к нему в моих планах уже было переехать в его город. Так, ну, здесь мы видим то, что все было идеально, да? То есть, это такой вот конкретно букетный период, период идеализации, вот, выписана была настолько хорошо друг с другом, да? То есть, вот, это именно период идеализации, влюбленности. Это, конечно, хорошо, вот, но подобная такая вот идеализация сильно, она связана, как правило, с тем, что человек очень сильно транслирует и свои собственные желания на образ другого. В итоге, мои потребности смешиваются с образом человека, да, становятся единым целым, вот, и мне начинает казаться, что все мои потребности, ну, как бы, могут реализованы быть вот с помощью этого человека. Знаешь, вот, то есть, ну, например, если вот какой-то пример приводить, то, допустим, у меня всю жизнь были подозрения в том, насколько состоятельный я мужчина, ну, вот, я встречаю девушку, которая начинает мной восхищаться, как мужчиной, вот, значит, она мной восхищается, она говорит, что я супер-пупер-супер классный там мужчина-любовник и партнер, да? Ну, вот, соответственно, она поднимает мне самооценку, а я через эту поднимаемую ей самооценку начинаю видеть ее самой красивой, самой привлекательной, сексуальной и так далее. Вот, и, значит, начинаю с ней встречаться. Проходит время, значит, она, например, перестает это делать, или, допустим, проходит время, меня перестает это как-то вот вдохновлять. Это чувство уходит, мое восприятие из себя возвращается, я понимаю, что девушка не очень, например, привлекательная, да, совсем не сексуальная и так далее, и, соответственно, мне начинает с ней быть плохо. Вот, это вот классический пример того, о чем, например, я сейчас говорю. Дальше, значит, вот, опять же, вы пишете, нам было настолько хорошо друг к другу, то есть, кому нам, да, вы можете только за свои, ну, за свои чувства отвечать, как бы вы не можете отвечать за, ну, чувства мужчины, условно говоря. Тут вопрос небольшой возникает. Дальше, значит, в моих планах уже было переехать в его город, да, то есть, как бы, вот, опять же, очень такой интересный момент. Конечно, есть случаи, когда человек переезжает, вот, ну, в другое место, и ему, ну, хорошо. А, но, бывают, условно говоря, и другие случаи, которые довольно распространены, это, когда человек переезжает, переезжает только к другому, ну, к другому только человеку, переезжает, и если отношения между ними портятся, портятся, вот, то возникают проблемы, обвинения появляются, какой-то, вот, негатив, поэтому, вот, опять же, момент в том, да, как бы, то, что вы, вот, приехали, ну, хотели переехать в его город, это вот только к нему, или, там, что-то вас интересовало. Познакомый со своими друзьями, родные его были в курсе наших отношений, в нашей последней встрече мы поругались, из-за чего поругались, очень важный момент. Потом он пропал, я писал, звонил, и также его знакомые не могли выйти с ним на связь, ничего не предвещало расставание. Ну, здесь я мог бы возразить, что как раз-таки то, что он пропал и предвещало расставание, почему вы не воспринимаете его пропажу, как расставание. Здесь вот не совсем понятно, да? Из-за чего вы поругались, и каков ваш вклад в конфликт? Вам на это нужно обратить внимание. То есть раскаивались, вы потом вину чувствовали, начали обесценивать, кто из-за чего вы поругались, ну, то есть, вот. Он объявился спустя два дня, сказал, что болел и хочет прекратить отношения, так как он уезжает в командировку на три месяца и не хочет отношений на расстоянии, как он выразился, это полностью фигня. Ну, может быть, это правда, конечно, но вообще очень похоже на то, что сама вот ссора, да, вот сам конфликт. Это конфликт такой, это конфликт такой, ну, в какой-то степени особенный. Почему особенный конфликт, да? Чем? Ну, в чем особенность этот конфликт. А, значит, вот смотрите, особенность конфликта заключается в том, что, как бы, за ним, за конфликтом, идет разочарование. Вот. То есть, ну, конфликты, они бывают разными, по сути своей, они, как бы, ну, они бывают теми, теми видами конфликта. Когда человек просто, ну, как-то, знаете, подтверждает, по большому счету, да, подтверждает свой какой-то образ. То есть, вот, ну, если я с тобой в Сорвис, например, да, вот, если я с тобой в Сорвис, то, ну, просто, вот, получается, ну, подтверждаю свой образ. Если я с тобой в Сорвис, а бывают конфликты, как-то, я не подтверждаю свой образ. Ну, наоборот, 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 этот образ меняю. Вот. Сейчас вот такая история бывала. И вот, нужно сказать, что, вот, пока история, пока история возникает именно при влюбленности, чаще всего. Потому что, именно при влюбленности, образ чаще всего сильнее всего искажен, вот, то есть, там, ну, больше всего каких-то искажений в образе, вот, больше всего, больше всего, каких-то вот, значит, артефактов, да, таких вот, ну, вот, в какой-то степени, может быть, может быть, ну, не совсем, не совсем корректных, скажем так, и, соответственно, вот, возникает разочарование, вот, ну, и, соответственно, когда и если разочарование возникает, вот, то, само собой, воспринимать партнера уже не получается, ну, так вот так, как вот, раньше это было. Вот, естественно, ну, вот, эм, такой момент, эм, к сожалению, присутствует, эм, присутствует, присутствует. Ну, вот, очень важно это учиться. Вам. Опять же, вам. Вот. Поэтому, ну, тут, эм, вот, опять же, эм, как и везде, да, при, эм, ну, при расставании нужно эм, держать эм, эм, в голове, эм, какую-то, эм, возможность, эм, от того, чтобы вернуть, эм, человека не получится, просто потому что он этого не хочется. Вот. Он этого не хочет, соответственно, ну, вернуть, вернуть его невозможно. Эм, да, расставание – это травма, это само собой. То есть, ну, ну, понятно, что расставание – это, это очень драматично, это больно, вот. Эм, ну, вот, именно боль, эм, ну, про, эм, про жить боль. Эм, мы вам помочь муж. То есть, вам, опять же, эм, станет легче, вам станет легче, эм, ну, в этом смысле. Эм, значит, эм, если вы, вот, ну, проживете, эм, если вы увидите, эм, эм, ну, проблематику, то есть, вот, ну, в чем, условно говоря, для вас, эм, проблема, что выросла. Вот. Я на всякий случай повторюсь, эм, что дело не в том, что это не должно быть, эм, что это, что это не должно быть, быть проблемой. Вот. Дело не в этом. А дело не в том, что, что представляет из себя проблем. Вот. Понимаете, да? То есть, как бы, это, эм, это, вот, важный момент. Вот. Дальше. Эм, я писал и предлагал встретиться и обсудить все, так как мне кажется, что причина расставания не в этом, а в чем. То есть, ну, вот, эм, у вас есть эм, свое мнение на этот счет. Ну, понятно, что вы имеете на него полное право, да? То есть, вы полное право имеете на свое мнение. Да. Ну, вот. Эм, все. Эм, все. Эм, ну, тогда. И, сказали ли вы своему молодому человеку об этом? Эм, вот. Эм, вот. То есть, эм, или здесь, эм, ну, такая история, что вы не говорили, да? Просто вот, эм, ну, как-то откладывали. Ну, а потом, эм, чтобы вот, рассказать, рассказать при встрече. Ну, я могу, я могу тут, эм, только, эм, сказать, что, ну, такие вещи, э, чем быстрее вы скажете, ну, скажете об этом, чем быстрее вы, ну, начнете говорить об этом, да? Тем, тем, ну, тем лучше, тем лучше будет для вас, например. Вот. Поэтому, ну, вот, эм, если вы, эм, ну, как-то молчали, вот, если вы как-то молчали, то опять же, вот, эм, хотелось бы, ну, как-то, вот, эм, понять, да? Хотелось бы понять, вот, что, эм, ну, что мотивировал вас на путь, чтобы, ну, не говорить, эм, эм, ну, сразу, о проблемах, вот, это очень важный момент. Эм, значит, что вы спрашиваете? Как, эм, как поступить в данной ситуации? Ну, я всегда, эм, я всегда говорю, эм, что нет, эм, как, эм, ну, нет каких-то, эм, стопроцентных, эм, вариантов решения. Потому что всегда есть другой, другой человек, вот, который, может, не захотеть, возвращаться, вот. Поэтому вам нужно, вот, во-первых, учитывать этот, во-первых, учитывать этот момент, и, во-вторых, эм, максимально безопасно для него предложить форму взаимодействия. То есть, ну, чтобы ему было максимально с вами комфортно, вот, чтобы ему было максимально с вами хорошо. То есть, не хочешь, не хочешь отношений, окей, давай, эм, давай тогда просто, значит, ну, пообщаемся, то есть, просто останемся с друзьями, просто, ну, будем общаться, будем общаться, вот, если можете. То есть, сейчас, вот, без этого вообще никак. Сейчас он без этого не получится никак, никак от слова сообщения. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.